81 килограмма Я рад приветствовать в нашей студии Бориса Соловича Гитмана Тренера, который как раз Работал с тяжеловесами В те годы Теофила Стивенсон В ринге, ну, наверное, уже и слов-то Никаких больше говорить не надо Кроме Теофила Стивенсон Все люди, которые хоть немножко интересуются боксом Знают, кто это такой Двухкратный олимпийский чемпион к тому моменту Идет к своей третьей золотой медали Его соперник Петр Заев Борис Солович, ну вот смотрите Сразу первый же вопрос Возникает, когда мы смотрим на стойку Нашего боксера, и не слишком низко Ну, во-первых Теофила Стивенсон, он повыше ростом Намного выше, и он имеет это Преимущество и в длине рук И в росте, естественно И его излюбленная дистанция Дальняя дистанция И это ему выгодно И что касается Заева То я хорошо знаю Петра Заева Видел его во многих соревнованиях Вот этот человек Отличный боксер Но вот в данный момент Ему лучше боксировать поближе Вот так вот подвигая Постараться приблизить Стивенсона Канатам Ну, в общем, отодвинуть от центра ринга Завоевать этот центр ринга самому И Доминировать Быть более агрессивным Знаете, какая удивительная вещь? Это третья Олимпиада Стивенсона И всего лишь первый поединок на Олимпиаде С советским боксером Так вот Два раза В 72-м и 76-м году Он избегал этих встреч А мы знаем хорошо Что от Фила Стивенсона Побеждал Игорь Высоцкий Которого вы тренировали Да За счет чего? Ну, понятно Нет, нет За счет чего я могу сказать Во-первых, Игорь Это невероятно волевой человек Очень сильный Он умеет боксировать на встречной Бить удары на встречной На прямые удары Стивенсона Он моментально наносил короткие боковые удары снизу Вот И, в принципе, он вышел для того, чтобы победить Высоцкий И желание победить И воля Но он сломил, так сказать, Стивенсона И победил Вот Заев тоже волевой спортсмен И я его видел на очень многих соревнованиях В которых он доминировал и завоевывал первые места Вот и сейчас Он успешно провел Сейчас только что контратаку Вообще, надо сказать, что советские тяжеловесы Это особые люди Они Очень были хорошие Начиная от таких, как Николай Королев Альгидрос Шоцакас Ну, потом Последующие Это чемпионы Европы Чернышов Виктор Ульянич Абрамов Ну, особый Тоже Техничный Очень техничный И грамотный боксер Это был Евгений Горсков Ну, вот интересно Что Вот именно в этой весовой категории У нас всего лишь один Олимпийский чемпион За все время ее существования В прошлом году Рахим Чехиев выиграл Да Вес свыше 81 килограмма Но тут дело-то еще и в чем Пора заславить реформа Появился вес до 91 А потом и свыше 91 Супертяжелый вес, да Кстати, если бы вот тогда Эти весовой категории существовали В каком весе бы выступали Вот эти боксеры? Ну, Стивенсон же явно больше Стивенсон явно больше, да Ну, я думаю, что Заев был бы в первом Тяжелом весе То есть до 91 Да, до 91 килограмма, конечно Вам довелось работать с Леноксом Юисом Одним из самых ярких фигур Наверное, бокса последних лет Да, он еще был любителем И мы его готовили На тренировочных сборах Различного рода соревнованиям В Канаде Он не отличался большим талантом Вот И я бы сказал Мужеством своим Вот Был очень Вот он был такого роста Как Стивенсон Вот За счет Ну, это грубо буду сказать Трусости своей Я бы сказал Осторожности большой К нему очень тяжело было подойти И он всегда пережал своих соперников Быстротой контратак Вот Вообще Если говорить о всех советских спортсменах Вот То их моментально можно было Отделить Сейчас Пробил Заев Так Встретил атаку соперника Знаете Вот Стивенсона Вот вы говорили Что у него преимущество в росте А Ведь это преимущество Если грамотно использует его соперник Оно может стать уже не преимуществом А недостатком Может стать недостатком Так надо заставить своего противника Сделать это Ну Немножко отвлекаясь Буквально на несколько секунд Вы согласны с тем Что в сегодняшнем Профессиональном боксе Во многом благодаря своим размерам Братья Кличко доминируют Просто таких больших как они нет И подобраться к ним невероятно И да и нет Дело в том что Братья Кличко Они появились В очень счастливый момент Когда Самые сильные тяжеловесы Такие как Тайсон Форман Фрейзер Мухаммед Али Они ушли Их не стало И получилась какая-то Пустота Не было таких Великих талантливых Тяжеловесов Ну и Ну сейчас они боксируют Великолепно У Стивенсона на ваш взгляд Была какая-нибудь перспектива Бы на профессиональном ринге Понятно что историю повернуть В пять невозможно Но Теоретизировать нам В общем никто не запрещает Тайфила Стивенсон Великий боксер Я хочу сказать Что я конечно С профессиональным боксом Очень хорошо Знаком Вот И Даже первые семь советских спортсменов Которых я привез В Канаду Это были первые Первые советские профессионалы Которые там попытали Частья на ринге Вот И Я могу сказать Что Вот Стивенсона За ним охотились Американцы Предлагали невероятные суммы денег Для того чтобы он Перешел в профессионалы Ну Профессиональный бокс Был запрещен на Кубе Он и сейчас запрещен Да Они бегут Для того чтобы заниматься Но они бегут оттуда Да Ну и теперь я хочу сказать По поводу Вот Заева Вот видите Как он его Стивенсон Постоянно Теребит его левой рукой Заев Это Очень смело идет Видите Ну Вот этот С длинной дистанции Наносит удары Вот Вы знаете Мне кажется Удары Правый снизу Вот смотрите Мне кажется Что у Заева В этом бою Есть отдельные Какие-то хорошие моменты Но вот Целиком Конечно Девять минут Переигрывает Стивенсона У него не получается А за счет Отдельных Все-таки авторитет Согласитесь Когда в ринге Двукратный Олимпийский чемпион Ну и судьи по-другому На него смотрят немножко Да Это правильно И это Очень большое преимущество Стивенсон Даже когда вышел на ринг Он уже подавил Буквально всех И особенно судей Своим авторитетом Своими титулами Своим Силем Забавно Вот мы говорили О том Что за Стивенсоном Как вы говорите Охватились американцы Для того Чтобы его привести В профессиональный бокс Забавно Даже не карьера А жизнь Сложилась У Тайфила Стивенсона В 99-м году Я так понимаю Что Стивенсон Чувствует Что он выигрывает Этот бой Да Он чувствует Что он себя ведет Во всяком случае Для него Не видно Он Уверенно ведет бой И не чувствует опасности Ну хорошо Вот в средней дистанции Заев просто великолепен Когда он подходит Имеет Вот у него и не получается Все время туда проходить А как только они расходятся На дистанцию Здесь уже Колоссальное преимущество Встречные удары По Тайфила Стивенсона Он не должен ждать Когда Стивенсон Вот подходит И начинается И они Оказываются В средней дистанции Заеву было бы Самому Атаковать И притом Атаковать Повторными атаками Вот он сделал Одну атаку Это атака подготовительная А потом следующую атаку По дороге к финалу Заев победил Франческо Демиане Интересного очень Боксера Который потом Стал прекрасным тренером Ну вот Знаете Стивенсон Как-то у меня Такое ощущение возникает Я этот бой Как раз видел И видел его Неоднократно У меня такое ощущение Что он уже приехал В Москву Уже приехал Зная что он будет Прекратным Великобритетским чемпионером Настолько настроен И уверен Да Красавец Красавец конечно Хотя нам и очень обидно И всем кто 29 лет назад Этот бой смотрел Очень обидно было Да и сейчас Пересматриваешь И понимаешь Что у Заева Были шансы Вот это брат Заева Шансы у Заева Конечно были Большие Он хорошо провел бой Но Не использовал Те возможности Те возможности Которые он имел 4-1 Одержал Теофила Стивенсона 4-1 С таким счетом Выигрывает Теофила Стивенсона Но следует признать Что он был Лучшим Несомненно Он стал лучше Он был лучшим Но Петр Заев Чтобы победить Чемпиона Олимпийских игр Он должен был победить Все доказательно И ярко